Я познакомился с отецом Мигаилом в Ковнорогожке, но он мне рассказал про тынцы, какие тут истории тынцев. Попросил меня помочь купить колокола, я согласился, купил, я очень рад. 9 колокола уже куплены здесь, 2 еще больших приходят, так что скоро будущее будет здесь, уже заплатено, так что колокола скоро придут. И так же он мне рассказал про город, рассказал старинку про этот город, про Клинцовых, старые братья, как первые районы сюда, как основали город. И вот сказал, что много у нас этих констариумов здесь в Клинцах. И я попросил вставить, как построить новый музей, конечно я согласился, сейчас плануем музей и скоро построим, хотя можем, если бы здесь был музей. Здесь парки есть специальные, которые там уже, мы с ним согласовались. И у нас в Австралии строили большой музей на 5 миллионов долларов. У нас собраны более 30 тысяч книг, очень много икон, много вещей. Все, которые люди переезжали еще в революцию, в Китай, из Китая, в Австралию, из Европы в Австралию. И очень много провели ценных книг, ценных вещей. И сейчас уходит в иной мир, дети остаются, не понимают, многие не знают даже русского языка. И вот все перейдут в музей. Так что все у нас собрано. Вот мы увидим, что у нас сейчас открывается очень большой музей, очень много старинным. Отец Шадрин, отец Иоанн Шадрин еще отсюда, с Россией, еще он пел маленьким послужником в церкви. И вот он ушел в Левосток, в Левосток, в Китай, из Китая, он попал в Австралию. И вот документы его оригинальные, они все у меня. То есть сейчас я пишу книгу по старовлятцев, которые на оригинальных документах. Такого никого нет. Это уже половина написанной книги, скоро мы это сделаем. В Кринцах здесь, конечно, я сегодня приехал специально посмотреть. Посмотрел, какая здесь доброта, какая здесь старина. Значит, это, конечно, дорадует. Я все силы сложу, помогу и построю здесь новые музеи. Не то, что здесь я помогаю церквям и в России, и в Астралии, и везде здесь. Так что здесь все готовы церкви строить, обращаются, я помогаю, занимаю тело. У меня очень большой бизнес. Ну, конечно, я уже обеспечен. Сейчас только живу для того, чтобы как-то помочь России, восстановить нашу веру, это самое главное, самое главное, что и нам поможет Россию. И я вижу и будет Россия, и будет страна, и будет Россия. А какие-то сроки по строительству музея вы уже оговорили с автоном Михаила? Да, как мы уже говорили, сейчас делается план. Вот сейчас уже там не покажут сегодня, а потом будем строить музей поэтапно. Значит, первый этап, значит, с фантазией, потом так, поэтапно. Я, конечно, как у нас строится в Австралии, у нас все добровольцы, у нас построены церкви, построены клубы, потом госпиталя, значит, все построено, все добровольцы. И здесь я сегодня попрошу казаков, попрошу людей, чтобы все участвовали, помогали строить музей. Музей – это дело общее, это для всех, для нашей будущей, это лицея, Букова и все остальное. Так что будем сделать все поэтапно, все будем строить музей. А каковы затраты на музей планируются? Сколько, примерно, стоимость будет затрат? Ну, я работаю с отцом Михаила, он мне подскажет, а там уже решим, как все. Так что вот такое дело. Ну, все пока планируем, уже настроены строить музей здесь, я это хочу и хочу построить, потому что и надо такой нам музей, чтобы был как-то, или сколько старых икон. Все. И у нас в Австралии тоже вот эти все иконы пришли, с революции еще. Были в музеях там, я узнал, я купил почти 20 икон вот таких старых, все сейчас у меня, у меня очень много икон собранных в музей, будет часовня у нас, так как же, где мать, то все, около дни, все дела. Но мы живем в Австралии, мы все равно там гости, мы там все равно, раз мы русские, старые грацы, рано или поздно, я думаю, все равно весь музей, который я имею в Австралию, я его должен перевезти сюда, в Россию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова